Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рахленко. И я, Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». 23 ноября 1760 года родился Гракх Бобёв, французский революционный коммунист-утопист, руководитель движения «Во имя равенства» во время директории. Его настоящее имя – Франсуа Ноэль Бобёв. Имя Гракх он взял в честь античных Гракхов. Гракх Бобёв родился в бедной многодетной семье бывшего солдата, ставшего служащим. С детства ему пришлось узнать тяжесть изнурительного физического труда на строительстве Пикардийского канала. Осиротев на 16-м году, он поступил в учение к нотариусу, а в 21 год получил самостоятельную практику архивиста и юриста. Под влиянием идеи философов Руссо и Мобли он стал убежденным сторонником общества совершенного равенства, в котором отсутствовала бы частная собственность. Уже в 1785 году Гракх разработал план создания коллективных ферм вместо крупных земельных владений. Распространение революционных идей вошло в противоречие с профессиональной деятельностью Бобёфа и побудило его в 1789 году предпринять поездку в Париж, где он застал взятие Бастилии. В последующие годы Бобёф выдвинул смелую аграрную программу – полная ликвидация феодальных прав без выкупа, уничтожение крупной земельной собственности, распределение в долгосрочную аренду конфискованного церковного имущества вместо распродажи, раздел общинных земель и, наконец, аграрный закон. На протяжении всей революции Бобёф последовательно отстаивал интересы неимущих классов, в особенности тех слоев мануфактурного пролетариата, проживавших еще в деревне, для которых главным источником существования уже становилась заработная плата. Глубоко ценя Робеспьера и разделяя многие из его убеждений, тем не менее Бобёф пошел дальше. Он хотел фактического равенства среди людей, считая это идеалом общественного устройства. После смерти Робеспьера он возглавил группу революционеров, разочарованных в буржуазной демократии. Они поставили перед собой задачу революционного преобразования в духе коммунизма. В противовес буржуазному правительству, которое называлось «директорией», Бобёф создал тайную директорию, целью которой было свержение буржуазии и установление коммунистического строя. За буржуазной революцией должно последовать восстание бедноты. Для подготовки восстания Бобёф организовал со своими друзьями клуб «Пантеон» и строго законспирированную организацию «Заговор во имя равенства», которая имела своих агентов среди рабочих и солдат. Кроме того, Бобёф начал издавать газету, которая написала, что народ по-прежнему проливает свой пот и кровь, а кучка богачей по-прежнему собирает их в золотые сосуды. Бобувисты, так стали называть последователей Бобёфа, выработали план восстания, в котором были указаны все мероприятия, необходимые при захвате власти. Затем Бобувисты разработали план организации республики трудящихся с явным преимуществом для лиц физического труда. В эту республику вошли все желающие работать сообща на коммунистических началах и сообща пользоваться плодами совместного труда. Эта коммунистическая община должна была постепенно поглотить всех остальных людей, превращаясь понемногу в одно национальное целое. В результате предательства одного из участников движения заговор был раскрыт. Все его руководители и ряд участников были арестованы и приговорены к смертной казни. Перед казнью, состоявшейся 27 мая 1797 года, Бобёф написал своей семье. «Добрый вечер, друзья мои. Я готов к тому, чтобы погрузиться в вечную ночь. Не думайте, что я сожалею о том, что пожертвовал собой во имя самого прекрасного дела. Приятно, по крайней мере, умирать с такой чистой совестью, как у меня». 23 ноября 1942 года Адольф Гитлер отдал приказ немецким армиям под Сталинградом любой ценой удерживать свои позиции. На картах, используемых главарями вермахта, Сталинград выглядел довольно безобидно. Город, протянувшийся вдоль Волжского берега с севера на юг, имел в длину километров 25, зато его ширина не превышала 4 километров, что открывало наступавшим с запада нацистам радужные перспективы быстрого рычленения обороняющихся. Гитлер остро нуждался в кавказской нефти. В этом смысле Сталинград был камнем преткновения. Мимо него проходил Волжский нефтяной путь, обеспечивающий моторы русских танков и все значимые магистрали, по которым снабжались советские армии. К тому же взять город означало, если не победить сразу, то во всяком случае здорово осложнить жизнь Сталину и его непокорным соотечественникам. Шестая армия вермахта получила задачу из разряда тех, что раньше перед немецкими войсками не ставились. Гитлер приказал резать артерии противника в районе Сталинграда с обязательным взятием города. Однако радужным мечтам фюрера не дано было сбыться. Советские войска сомкнулись, навсегда отрезая немецкого генерала Паулюса и 270 тысяч его подчиненных от надежды увидеть своих, а Германию от мечты победить. В замкнутом котле оказались 22 германские дивизии, не считая самостоятельных частей и подразделений. Немцы лишились четверти задействованных на востоке сил. Это полтора миллиона человек, более двух тысяч танков, не считая иного вооружения и техники. Человеческие ресурсы реанимации уже не подлежали. Потери Советского Союза оказались высокими, но не чрезмерными, на 40% ниже, чем у противника. После победы под Сталинградом русская воинская слава устремилась к зениту. Враги, друзья и партнеры констатировали рождение сверхдержавы. Сегодня 23 ноября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день в разные времена родились многие замечательные люди, которые приобрели мировую известность в области науки и культуры. 23 ноября 1800 года родился Михаил Погодин, российский историк и писатель. В 1821 году Погодин успешно закончил университет и целиком посвятил себя педагогической деятельности. Начав в 1825 году с должности обычного преподавателя всеобщей истории при Московском университете, Погодин достиг самых вершин университетской карьеры. Он удачно защищает магистерскую диссертацию о происхождении Руси с начала 30-х годов 19 века. В должности профессора возглавил кафедру русской истории на словесном факультете Московского университета, а в 41-м стал академиком того же университета. Параллельно он занимался литературной деятельностью. Погодин активно писал в прозе, в основном романтические и исторические произведения. Наиболее известная историческая драма – трилогия «Марфа-посадница», история в лицах о царе Борисе Федоровиче Годунове и история в лицах о Дмитрии Самозванце. Эта трилогия очень понравилась Пушкину, который высоко оценил ту беспристрастность изображения, которую удалось сохранить Погодину, рисуя в своих произведениях «Вольный город Новгород». Постепенно Погодин подошел к решению заняться издательской деятельностью. В 1825 году он издал «Альманах Урания», авторами-участниками которого стали Боротынский, Вяземский, Пушкин, Тютчев и несколько других известнейших писателей того времени. С 1827 по 30-й год Погодин издавал журнал «Московский вестник», публикуя в нем в основном статьи по философии, эстетике, литературе и истории, а также свои рецензии, переводы и произведения в прозе. Рассчитанный на серьезного и вдумчивого читателя, журнал не заинтересовал обычных читателей, которые желали более простого и развлекательного чтива. Поэтому, не набрав должного количества подписчиков, журнал Погодина по прошествии трех лет был закрыт. Сын крепостного крестьянина стал крупнейшим культурным деятелем России 1830-40-х годов. Критик Виссарион Белинский, очерчивая полный круг русской повести, включил в шестерку лучших прозаиков того времени наряду с Гоголем, Марлинским, Адоевским, Павловым, Полевым и имя Михаила Погодина. Белинский писал, «Мир его поэзии есть мир простонародный, мир купцов, мелкопоместного дворянства и мужиков, которых он, надо сказать, правду изображает очень удачно, очень верно». С середины 1840-х годов и до конца своей жизни Погодин активно занимался сбором различных исторических источников от древних книг и манускриптов до монет и оружия. Собранное им огромное древлехранилище потрясало объемом представленных в нем коллекций предметов древности. Труды Погодина по истории Древней Руси оказали заметное влияние на развитие исторической науки в нашей стране. К числу наиболее известных его работ принадлежат установление источников начальной летописи, изучение политических предпосылок возвышения Москвы, выяснение постепенного характера закрепощения крестьян и другие. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков хронограф». До скорой встречи!